Безотзывные вклады и бескупонные облигации федерального займа как альтернатива традиционным срочным депозитам и накопительным счетам российские власти планируют разработать новый финансовый инструмент для долгосрочного инвестирования средств населения. Об этом говорится в стратегии развития финансового рынка до 2030 года, утвержденной правительством. Предполагается, что бумаги станут частью программы долгосрочных сбережений, которую готовят Минфин и Центробанк, и в них можно будет размещать в том числе средства пенсионных накоплений. В перспективе такие формы сбережения могут принести доходность, поскольку способны абсорбировать инфляционные процессы, считают эксперты. В 2022 году инфляция составила приблизительно порядка 12%. Таким образом, те формы сбережения инвестиций, которые могли бы покрыть инфляцию, должны иметь доходность не менее 13%. Что мы имеем по факту? Средняя максимальная ставка по вкладам среди 10 крупнейших банков депозитодержателей в 2022 году составила порядка 9,4%. А кривая бескупонной доходности по 10-летним ОФЗ в том же году не превышала 10,6%. Тем не менее, если рассматривать такие альтернативные формы сбережения на длительном периоде, то безусловно на фоне снижения инфляции они могут принести депозитодержателям и сберегателям положительную реальную доходность. В то же время безотзывные вклады и бескупонные облигации федерального займа не дадут гражданам возможности вернуть свои деньги досрочно. Поэтому, скорее всего, население продолжит использовать привычные способы инвестирования, покупая недвижимость, землю, драгоценные металлы. Например, только по итогам 2021 года стоимость квадратного метра в новостройках стандартного класса выросла на 25-30%. Соответственно, мы увидим принципиально иную доходность. В то же время, в 2022 году утратила свое прежнее значение такая форма инвестиций, как покупка наличной валюты, в то время как приобретение автомобиля, автотранспортного средства стало более перспективной инвестицией. Такие формы, как накопительные счета, спекулятивные инвестиции, покупка вещественных ценностей по-прежнему будут иметь большое значение для населения и новые формы сбережения едва ли смогут их заместить, считают эксперты. Альтернативные варианты долгосрочного инвестирования в том виде, в каком предложены в новой концепции, больше нужны государству и банкам, нежели сберегателям. Светлана Кудрявцева, События.